здравствуйте дорогие ребята рада вас приветствовать на уроке стэм сегодняшняя наша тема ознакомимся с ней это процесс инженерного проектирования и дипи engineering design process начнем ребята ознакомимся с основными моментами процесс инженерного проектирования это ряд шагов предпринимаемых для решения любой проблемы в процессе инженерного проектирования студентам предоставляется возможность спроектировать все что они могут или не могут создать но желают создать хорошо ребята дальше если инженерия это создание чего-то нового то процесс проектирования это внесение изменений существующие вещи одновременно надеюсь данные правила вы запомнили продолжим ребятам и ознакомимся со стратегии смотрим что же такое стратегия стратегия это план ваших шагов первое что вы делаете определяете проблему далее второе проводите исследование третье в обязательном порядке обсуждением это очень важно более того если обсуждение будут происходить группах это даст лучший результат далее ребята четвертое составляем план решения и план прототипа дальше оценка то есть нужно оценить здесь возможно два варианта если соответствует всем требованиям то в итоге мы просто выводим результат и будем его обсуждать то есть делиться с окружающими далее ребята если вдруг не соответствует требования то обратите внимание мы можем внести изменения в дизайн на основе полученных результатов и информации создать прототип и повторно протестировать для этого не обязательно возвращаться к самому первому шагу можно начать с того момента где вы совершили ошибку дорогие ребятки надеюсь вы усвоили стратегию а теперь давайте мы с вами ознакомимся с идентификацией проблемы для этого необходимо определить необходимость установить спрос найти любую идею для инженерного проекта что это значит а это значит то что вы должны определить свои потребности и потребности окружающих людей хорошо ребята далее исследование ознакомимся необходимо провести исследование похожих проблем найти доступные решения ошибки допущены в прошлом помогают сделать выводы ребята когда вы проводите исследование вы можете столкнуться с рядом информации а также эта информация может быть в массовом количестве для этого полученную информацию мы собираем и систематизируем хорошо ребята что же такое обсуждение как я вам указала выше это очень важный момент для проектирования а точнее для начала проектирования хорошо ребята далее из всех возможных решений мы находим самый подходящий вариант далее ребята планирование и прототипирование что же это такое верно нужно составить план а далее прототип планируем улучшаем и создаем свою собственную модель вспоминаем ребята что мы говорили в стратегии если наш прототип соответствует всем требованиям то тогда мы можем поделиться с окружающими но до тех пор пока вы не получите желаемый результат периодически возвращайтесь на нужный этап хорошо а после уже можете поделиться результатами далее в обязательном порядке когда вы поделитесь результатами нужно производить оценивание оценивание ребята мы проводим для того чтобы понять насколько качественно получился наш прототип хорошо а теперь дорогие ребята давайте мы с вами приступим к проектированию модели моста используя прилагаемые принадлежности установить мост который может поддерживать заданную нагрузку принадлежности которые мы будем использовать это деревянные палочки клей цветные бумаги трубочки скотч пластиковые стаканчики здесь также можно использовать бумажные стаканчики и нагрузки для проверки выносливости например какие-нибудь маленькие игрушки ну что ребята на этом теоретическая часть нашего урока подошла к концу а теперь давайте перейдем к практической части как вы видите на рабочем столе у нас все принадлежности для проектирования моста для этого дорогие ребята мы с вами возьмем две части кордоновой бумаги это у вас будет основа для моста как же их склеить берем скотч и склеиваем аккуратненько и подносим далее переворачиваем и с обратной стороны продолжаем заклеивать хорошо обрезали конец соединили и как мы видим основа для моста у нас готова далее ребята нужно создать опору для моста для этого мы будем использовать бумажные стаканчики у меня как вы видите здесь уже есть часть готового моста не хватает только одной основа как я сделала сейчас вам покажу на одном примере как раз у меня одна недостающая деталь начинаем ребята берем цветные палочки заранее надо приготовить клей подождем пока наш клей разогревается я хочу вам показать как я определяла основу для моста для этого вычисляла точное расстояние беру цветную бумагу любую пока и по длине нашей цветной бумаги я и расставила все стаканчики и как вы видите у меня осталась последняя деталь точнее последняя основа начертила местоположение для данной основы после чего я могу спокойно отодвинуть и приготовить основу как вы видите для этого использовала две деревянные палочки сначала их склеиваю хорошо ждем чтобы клей немного подсох после этого наношу клей на бумажный стаканчик и соединяю соединила далее буду дополнять мою недостающую деталь обвожу клеем вокруг стаканчика клеем для более точной прочности еще на основе обведу вокруг клеем и подожду чтобы немного высохло и как вы видите основа для моста у нас готова далее ребята нужно прикрепить перила но прежде у меня уже по размеру вырезана цветная бумага прикрепили смотрим держится и начнем проектировать перила начинаем ребята для этого используем трубочки цветные и скотч хорошо цветные трубочки берем заранее я посчитала что здесь достаточно 5 цветных трубочек для дизайна я взяла 2 желтые и 3 черные трубочки готовые трубочки я буду склеивать скотчем берем скотч аккуратненько отклеиваем отклеиваем так чтобы это было по размеру наших трубочек прикрепляю аккуратненько аккуратненько так все самая основная часть готова после этого могу спокойненько перевернуть и продолжать заклеивать с обратной стороны обрезаем обрезаю конец соединяем концы и как вы видите уже готово а теперь давайте приклеим к нашему мосту начинаем клеить приблизительно проверяем расстояние хорошо и еще раз третье расстояние так аккуратненько приклеиваем держим чуть-чуть чтобы подсохло закрепим закрепим и придержаем думаю всесторонне вы можете увидеть как выглядит наш мост а теперь ребята мне бы хотелось показать как я сделала линии для дорог отключаем клей для таких полосочек я беру бумагу бумагу белого цвета соединяю а внизу кордонная бумага далее беру вязак и вырезаю полоску верхняя бумага играет роль держателя отсоединила после этого здесь линии я уже приклеила вот такие а теперь мне хочется создать эффект полноценной дороги для этого делим полосочки на равные части для этого вы можете соединить полоски и разрезать еще раз соединим сейчас у вас получились одинаковые части склеиваем и создаем полноценную дорогу для моста дорога для моста у нас с вами готова хорошо ребята приставим к нашему мосту и будем проверять на выносливость сейчас еще закрепим аккуратненько вот дорогие ребята вот мы и подошли к концу нашей работы проектирования моста теперь давайте проверим ее на выносливость а для более точной проверки выносливости мы давайте с вами еще проверим с третьей машинкой для этого приставим ее и проверяем как мы видим ребята мост у нас достаточно вынослив ну что ребята вот мы и подошли к концу нашего сегодняшнего урока надеюсь урок для вас был познавательным очень интересным и вы также постарайтесь спроектировать такой мостик для себя всего вам доброго ребята до новой встречи до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч